Здравствуйте, друзья! По этой истории можно даже написать сценарий и снять трагикомедию. Трудно поверить, что это произошло в реальной жизни, но это действительно так. Ирина и Лариса жили в городе Копейске и дружили около 10 лет. У Ирины был муж по имени Михаил, и семейная жизнь у них вполне сложилась. А вот Ларисе повезло меньше, с мужем она разошлась и другую любовь не встретила. Однажды Ларисе понадобилось прибить полочку, и она спросила Ирину, нет ли у нее информации о фирме муж на час, которая помогла бы с этим. Ирина, недолго думая, предложила ей в помощники своего мужа, все-таки лишняя копейка в доме не помешает. Лариса согласилась, и женщины сошлись на цене в 500 рублей. Но про деньги супругу Ирина ничего не сказала, а просто попросила помочь по-дружески. А работа у Ларисы все никак не заканчивалась, то кран потек, то лампочки перегорело, то мебель нужно переставить. Визиты Михаила стали частыми и регулярными, а Лариса, как и договаривались, перечисляла подруге деньги за работу ее мужа на час на карточку. Но случилось неожиданное. Как-то раз, придя с подработки, Михаил объявил жене, что Ларису любит и жить без нее не может, и поэтому уходит к ней жить. Ирина была потрясена, она пыталась образумить мужа и даже то, что в семье растет сын-школьник. Михаила остановить не смогло. Тогда она рассказала, что Лариса оплачивала его услуги, надеясь, что это откроет ему глаза на подругу. Но этот факт только усилил желание Михаила уйти от Ирины. Тогда брошенная жена позвонила Ларисе и предложила вернуть все ей полученные деньги. За возвращение ее мужа обратно в семью. Но та ответила отказом и вообще перестала отвечать на звонки Ирины. Ирина, будучи убежденной в своей правоте, рассказала свою историю в социальных сетях в надежде, что ее поймут, а Ларису осудят. Но получилось совсем наоборот. Она получила огромное количество осуждающих ее комментариев. Женщина не понимает, как люди не чувствуют, что она просто раздавлена таким предательством близких когда-то людей. Ирина пыталась встретиться с Ларисой лично, приходила домой, устраивала скандалы. Но, как оказалось, вернуть назад уже ничего нельзя. Лариса и Михаил счастливы вместе и скоро собираются пожениться. А Ирине остается только глубоко пожалеть осадеянным и предупредить других женщин. Желающих легко подзаработать на своих мужьях, вот что она написала. «Хочу обратиться к женщинам, не повторяйте моих ошибок и берегите свою семью». Не доверяйте подругам, никому не доверяйте. Иначе рискуете остаться в одиночестве. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, оцените его пожалуйста лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр!